Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс автора Межляк-Полонский и Кир под номером 1129. Нас просят построить график функции. Обратим внимание на правую часть каждой функции. Ее можно упростить. Итак, под номером 1. y равно разность произведения двучлена и трехчлена. 2x-1 умножить на 4x² плюс 2x и плюс 1. И 8x в кубе. Произведение двучлена 2x-1 на неполный квадрат суммы выражений 2x и 1. Это формула разность кубов. Где первое выражение это 2x и второе выражение это 1. Поэтому упростим. y равен 2x в кубе, минус 1 в кубе и минус 8x в кубе. Тогда y равен 2x возводим в кубе. 2 возводим в кубе это 8. x возводим в кубе это будет x в кубе. минус 1 в кубе это 1. И минус 8x в кубе. 8x в кубе и минус 8x в кубе взаимно уничтожаются. То есть их сумма равна 0. И тогда y равен минус 1. Графиком этого уравнения будет прямая, параллельная оси y и проходящая через точку с координатами 0, минус 1. Запишем график прямая, параллельная оси абсцисс. с координатами 0, минус 1. На этой прямой лежат все точки, у которых есть общее свойство. Ординаты этих точек равны минус 1. А абсциссы разные. Поэтому построим такую прямую. Прямая параллельная оси абсцисс, проходящая через точку с координатами 0, минус 1. Под номером 2. y равно x плюс 1 умножить на x плюс 4 минус квадрат суммы двух выражений. Опять же применим формулу. Применим правило умножения двучленов. Применим правило минус перед скобками. И упростим правую часть. Итак, y равен... x плюс 1 умножаем на x плюс 4. x умножаем на x, x квадрат. x умножаем на 4 плюс 4x. 1 умножаем на x, это будет плюс x. И 1 умножаем на 4 плюс 4. минус оставляем, скобку оставляем, а в скобках применим правило квадрат суммы двух выражений. Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения плюс удвоенное произведение первого и второго выражений и плюс квадрат второго выражений. Первое выражение у нас х, х в квадрате, плюс удвоенное произведение первого и второго выражения. 2 умножаем на х и на 3, получаем 6х. И плюс квадрат второго выражения, 3 в квадрате 9. Как мы раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус? Мы все знаки в скобках меняем на противоположные, а ни минуса, ни скобок мы писать не будем. Итак, переписываем х в квадрате, плюс 4х, плюс х, плюс 4. Можно было сразу привести подобные слагаемые. Итак, перед х в квадрате стоит знак плюс, меняем на минус. Перед 6х в плюс, меняем на минус. И перед девяткой стоит знак плюс, меняем на минус. И теперь приводим подобные слагаемые. х в квадрате и минус х в квадрате взаимно уничтожаются. 4х плюс х это 5х, 5х минус 6х это минус х. От 4 вычесть 9 это минус 5. Графиком будет, это линейная функция, график прямая. Мы знаем, что прямую можно построить через две точки и только одну. Составим таблицу значений. Значения для переменной х будем подбирать сами, а значения для переменной у вычислим по данной формуле. Итак, если х у нас будет равен минус 2, то минус минус 2 это будет 2, и от 2 вычесть 5 это будет минус 3. И если мы возьмем х, равное минус 4. Минус минус 4 это будет плюс 4. 4 минус 5 минус 1. И теперь мы построим прямую через точки с координатами. Минус 2, минус 3 первая точка. Минус 4, минус 1 вторая точка. Построим оси координат. Отметим в системе координат две полученные точки и проведем через них прямую. Итак, построили систему координат. Отметили единичные отрезки. Начало отсчета, начало координат. И теперь отмечаем точки. Первая точка с координатами минус 2, минус 3. И вторая точка с координатами минус 4, минус 1. Берем линейку и строим не отрезок, соединяющий эти точки, а прямую, проходящую через эти точки. И возле этой прямой запишем ее уравнение. y равно минус x минус 5. Запишем третье уравнение. y равен разности квадрата двух выражений и произведения разности двух выражений и их суммы. Применяем формулы и упрощаем правую часть. Итак, y равен... Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения. 0,5х возводим в квадрат. Получаем 0,25х2. Плюс удвоенное произведение первого и второго выражений. 2 умножаем на 0,5х. Получаем х. Их умножаем на 2. Получаем 2х. И плюс квадрат второго выражения. 2 возводим в квадрат. Это 4. Минус. Поскольку стоит минус перед произведением двух двучленов, мы применим с вами формулу, а уже потом раскроем скобки, перед которыми стоит знак минус. Итак, 0,5х минус 1 умножить на 0,5х плюс 1. Произведение разности двух выражений на их сумму. Это формула разность квадратов двух выражений. Первое выражение мы смотрим по разности. Это 0,5х. Возводим в квадрат. Получаем 0,25х2. Минус квадрат второго выражения. 1 в квадрате это 1. Переписываем 0,25х2 плюс 2х плюс 4. И раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Мы этот минус писать не будем, скобки писать не будем, а знаки в скобках поменяем на противоположные. будет минус 0,25х2 плюс 1. 0,25х2 и минус 0,25х2 взаимно уничтожатся. Их сумма равна 0. И тогда у равен 2х. 4 плюс 1 плюс 5. И опять же мы получили с вами линейное уравнение. Графиком его является прямая. А значит нужно составлять таблицу значений и находить две точки, через которые проходит прямая. значения для х будем выбирать самостоятельно. А у значения вычислим. Итак, если х равен минус 1, то 2 умножить на минус 1 это минус 2, минус 2 плюс 5 это 3. Если х равен минус 3, 2 умножаем на минус 3 это минус 6, минус 6 плюс 5, минус 1. Вот мы получили с вами две точки. Теперь построим систему координат, а потом через эти две точки построим прямую. отмечаем первую точку с координатами минус 1, 3. И вторую точку с координатами минус 3, минус 1. И теперь через эти две точки проведите, пожалуйста, прямую. И подпишем график. Это график уравнения. у равен 2х плюс 5. Все, мы выполнили с вами задание. Построили графики функций, предварительно упростив правую часть каждого уравнения. Применили с вами формулы сокращенного умножения. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.